МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общем, у нас были уроки, и мы услышали выстрелы. Раздалось три выстрела. Вскоре после этого у нас был урок, и наш учитель ОБЖ ему позвонили, и мы узнали, выглянули в окно и поняли, что тут произошло какое-то ДТП или какой-то несчастный случай, и в конце концов мы увидели, что тут лежал человек. В одном из дворов у 10-й школы был замечен подозрительный мужчина, который следил за ученицами. Дети сообщили об этом родителям и педагогам. На место выезжал экипаж полиции. Подозреваемый успел скрыться, школьники не пострадали. Сейчас учителя проводят беседы с детьми и их родителями о правилах безопасности. Сегодня буквально всем было дано задание повторно провести беседу о том, как нужно вести себя ребенок, если он находится один, если он один на улице, один дома, ну и так далее. Ну и, конечно, у нас классные уголки, в которых обязательно помещены памятки. На минувшей неделе в Ангарске произошло сразу несколько ДТП с общественным транспортом. 7 апреля из-за столкновения легковушки и трамвая образовалась пробка на улице Коминтерна. А накануне вечером из-за несоблюдения дистанции на улице Желябова иномарка въехала в автобус, следовавший по 27 маршруту. Люди не пострадали, а вот машинам предстоит серьезный ремонт. В соответствии с законом Иркутской области, комендантский час с 1 апреля будет продлен до 23 часов. С этого года расширен список мест, запрещенных для пребывания подростков, куда вошли сауны, бани и высотные сооружения. По статистике, в поле зрения сотрудников полиции в ночное время чаще всего попадают подростки 16-17 лет. В 2016 году за весь год было составлено 387 административных протоколов за нарушение, будем так говорить, комендантского часа в отношении законных представителей. Если для сравнения, в 2015 году таких протоколов было 148. На сегодняшний день за первый квартал уже составлено 36 протоколов. Штраф за нарушение комендантского часа от 300 до 500 рублей. 12 апреля с 2 часов дня до 8 вечера в Ангарском районном отделе судебных приставов пройдет единый день приема. В это время обратиться с вопросом можно будет не только к специалистам службы, но и к начальнику отдела или его заместителю. Прием будет вестись в порядке живой очереди. Вы смотрели обзор происшествий недели. Будьте внимательны и осторожны.